Ищите лучший игровой ноутбук в соотношении цена-качество? Тогда присаживайтесь поудобнее. Сейчас я покажу вам лучшие модели от самых бюджетных до самых дорогих. Ссылки на все показанные товары вы найдете в описании под роликом. Поехали! Asus VivoBook Pro 15 Диагональ экрана стандартная, 15,6 дюймов, но с OLED-матрицей. Устройство поддерживает 100% цветовой охват. Покрытие экрана глянцевое, имеется сертификация Penton. Максимальный угол раскрытия экрана 130 градусов, крышка легко открывается одной рукой. Железо в этом девайсе чуть поскромнее. За вычислительную часть отвечает 4-ядерный Intel Core i5-11300H, максимальная частота которого может достигать 4400 МГц, но это при разгоне в Turbo Boost. Объем оперативной памяти 8 ГБ с частотой 3200 МГц, которые распаяны на материнской плате без возможности апгрейда. Для ультра-тяжелых задач этого может не хватить. Видеокарта в лице GTX 1650 Max-Q тоже звезд с неба не хватает, но все же может обеспечить относительную неплохую графическую производительность. Расширение постоянной памяти в ноутбук также не предусмотрено. Емкость комплектного SSD 512 ГБ. В целом это хорошее решение для тех, кому в ноутбуке важны по-настоящему качественные дисплеи с отличной цветопередачей, тихая система охлаждения и низкие температуры основных компонентов под нагрузкой. Автономность тоже радует. Свыше 6 часов в режиме вебсерфинга и работы с программами из пакета Microsoft Office. Следом идет максимально свежая и популярная модель. ASUS TUF Gaming A15. Это стильный ноутбук для современного любителя компьютерных развлечений. Прямые формы со скошенными углами создают образ технологичного и производительного девайса. Футуристический внешний вид придается в том числе и по причине матового металла двух расцветок. Ноутбук базируется на RTX 3050 от Nvidia. Эта видеокарта позволит поиграть в любые современные игры в Full HD разрешение и с неплохими настройками графики. Проблемы могут возникнуть только в проектах, которые требуют больше 4 ГБ видеопамяти. Этот ноутбук получил процессор AMD Ryzen 7 4800H. Данного процессора с лихвой хватит для всех современных игр. Также этот ноутбук отлично подойдет любителям киберспортивных проектов за счет экрана с частотой развертки 144 Гц. Аккумулятор емкостью 48 Вт-часов рекордов в автономности не бьет, учитывая габариты лэптопа. Но на 4 часа под максимальной нагрузкой его вполне хватит. Следует отметить неплохую систему охлаждения, в состав которой входят два вентилятора и медные трубки с радиаторами. В плане охлаждения конструкция стала эффективнее на 10%, если сравнивать с прошлыми поколениями. Lenovo Legion 5 При игровом предназначении устройства выполнено оно в приятном классическом дизайне, хоть немного и тяжеловат для подобных моделей. В нем установлен шестиядерный процессор Ryzen 5 5600H и видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050, чего будет вполне достаточно как для работы с графическими редакторами, так и почти для всех игр. Система охлаждения отлично справляется с основной задачей и в большинстве случаев практически бесшумно. Крупные клавиатуры со светлой подсветкой и большой тачпад обеспечивают комфорт при работе, хотя расположение тачпада слева многим может показаться сперва неудобным. Стандартное разрешение экрана и качественная матрица в совокупности дают четкую картинку, отличную цветопередачу и отсутствие зернистости, а антибликовое покрытие защищает от засветов даже против источника освещения. Объем ОЗУ 8 ГБ с возможностью увеличения до 32, а также накопитель на 512 ГБ дополняет особенности этого ноутбука. Теперь вашему вниманию представляем MSI Sword 15. Этот зверь отлично подойдет тем, кто любит поиграть или кому необходима мощная графическая подсистема для работы. MSI упаковали свой аппарат шестиядерный Intel Core i5 последнего поколения и мощнейшего RTX 3060. При этом диагональ экрана составила привычные 15,6 дюйма, так что устройство имеет сдержанные габариты относительно своей производительности. Видеокарта справляется со всеми играми даже в Quad HD, а если активировать DLSS, то и 4K ей покоряется. То есть при желании можно подключить ноутбук к внешнему монитору и наслаждаться картинкой в высоком разрешении. Экран лэптопа не выделяется плотностью пикселей, это стандартный Full HD. А вот развертка дисплея в 144 Гц понравится как любителям игр, так и тем, кто просто долго сидит перед компьютером, ведь глаза при более плавном изображении устают меньше. Встроенные ОЗУ всего 8 ГБ, так что ее придется сразу после покупки расширять, но с этим проблем не возникает, благодаря свободному слоту под оперативку. Батарея здесь не самая впечатляющая, но в смешанном режиме работы ее должно хватить на 6-8 часов. Весит аппарат чуть более 2 килограммов, несмотря на мощную начинку. Его можно спокойно взять с собой на прогулку или путешествие. Следом идет Acer Nitro 5. По внешнему виду данная модель типичный представитель игровых устройств с яркими вставками, обрезанными углами и имитацией пластика под карбон. При этом игрушечным ноутбук не выглядит, он массивен, приятен на ощупь и в какой-то мере даже приятен глазу. Доминируйте в играх благодаря объединенной производительности мощного процессора Intel Core i5-11400H и видеокартой GeForce RTX 3070. Максимальная скорость и огромный объем памяти доступны благодаря двум слотам для SSD и поддержке до 32 ГБ ОЗУ. У экрана стандартная для таких ноутбуков диагональ 15,6 дюймов с IPS-матрицей и поддержкой разрешения Full HD и пусты с незначительными засветами по углам и легкой тусклостью картинки при ярком освещении. В цветопередаче замечены некоторые акцентирования на определенные оттенки, но сделано это специально для того, чтобы подчеркнуть игровую картинку. Отдельное спасибо производителю за то, что доступ к отсеку оперативки и накопители возможен за счет специальных люков, поэтому, чтобы увеличить объем, покупателю не придется отказываться от гарантии на устройство. Следом идет MSI Steel 15. Это тонкий и очень легкий игровой ноутбук. Вес 1,7 кг при размере экрана в 15,6 дюймов. Более того, весь корпус металлический, все прекрасно собрано и отлично выглядит. Ноутбук на стиле, а крышка фиксируется магнитами. В ноутбуке используется IPS-матрица со стандартным разрешением. Внешняя поверхность матрицы черная, жесткая и полуматовая. Зеркальность хорошо выражена. Какие-либо специальные антибликовые покрытия или фильтры отсутствуют. В этом ноутбуке тоже используется процессор Intel Core 11-го поколения. По сравнению с предшествующей версией Steel, у него намного выше максимальная частота и заметно выше TPD. Дискретные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060. Ноутбук можно заряжать через USB-C с помощью компактного адаптера мощностью 65 Вт. В общем, преимущество компактного корпуса очевидно, но есть и недостатки. Например, батарея тут 52 Вт-час, и это не рекорд. Также ноутбук оснащен весьма быстрым SSD на 512 ГБ и оперативной памятью 16 ГБ с возможностью расширения до 64 ГБ. Еще один MSI GP76 Leopard. Любителей большой диагонали в ноутбуках становится все меньше. Но если вы не один из них, то стоит обратить внимание на этот 17-дюймовый MSI. Full HD матрица имеет частоту развертки 300 Гц, чего хватит даже весьма требовательным геймерам. А обеспечить такой фреймрейт в играх призвана видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070. Этот монстр, несмотря на урезанное питание, потянет абсолютно любую современную игру в Full HD, выдавая больше 100 кадров в секунду на ультра-настройках. Либо вы можете подключить лаптоп к внешнему монитору с большим разрешением и получить полноценный игровой компьютер. Кстати, процессор тоже не подкачал. Тут установлен Intel Core i7 11800H. Объем ОЗУ 16 ГБ, при желании расширяется вплоть до 64 ГБ. И еще накопитель на 1 ТБ, которого вполне хватит подавляющему большинству пользователей. Приближаемся к более мощному ноутбуку от Lenovo. Это Legion 7. Выпускается он в единственном сером цвете. Это очень приятный и спокойный по оформлению ноутбук, с довольно стойким к отпечаткам пальцев покрытием. По качеству сборки и материалам, преимущественно алюминий, Lenovo Legion 7 занимает одну из верхних позиций среди как игровых моделей, так и рабочих лошадок. Legion 7 оснащен матовым экраном с IPS-матрицей и соотношением сторон 16 на 10 и с разрешением 2560 на 1600 пикселей. Экран в первую очередь заточен под игровую аудиторию, поэтому может работать на частоте 165 Гц и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Заявленное время отклика не должно превышать 3 миллисекунды. Аппаратная конфигурация Legion 7 собрана из флагманских комплектующих, включающих процессор AMD Ryzen 7 5800TH и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080, а также быстрые сетевые интерфейсы и качественный звук. Объем оперативной памяти в данном экземпляре 16 ГБ, с возможностью расширения до 32, а SSD на 1 ТБ. Эффективная система охлаждения успешно справляется со всем этим железом, хотя в режиме максимальной производительности лэптоп прилично шумит. Впрочем, по-другому с игровыми ноутбуками и не бывает. Если этот ролик был тебе полезен, то можешь отблагодарить меня лайком и подпиской. На канале ты можешь найти еще больше рейтингов техники и обзоров на тот или иной продукт. Напомню, что ссылки на представленные товары под видео в описании. Это был Техно Ченнел, спасибо за просмотр и до новых встреч!